Всем привет, меня зовут Серега, Сайбербанана. И многие просили, дружище, покажи нам еще советы, как повысить фпс. И для тебя я припас, еще три совета. Но перед началом я хочу тебя попросить подписаться, ведь так ты поможешь достичь моей долгожданной цели в 100 тысяч подписчиков. Ты со мной, братан? Поехали покорять вершину, ну а я начинаю. И самый первый способ, это мы отключаем встроенный браузер в стиме. Да, братан, это работает, и самое важное, что это снизит нагрузку на твой процессор и интернет. За счет чего фпс их поднимется. До какого-то особого прироста ты не увидишь. 20-30 фпс на некоторых компьютерах, лично знаю, понимала, поэтому попробуй. Как это сделать? Находим стим, обязательно перед этим выходим из него. Нажимаем правой кнопкой мыши, свойства. Далее находим момент, вот этот объект, и напротив него, вот тут после exec, пробел, и вставляем такую команду, nobrowser. В описании ты все найдешь, братан. Я специально оставлю, чтобы не было проблем, чтобы ты какую-то ошибку не допустил. Все будет в описании. Нажимаем применить, окей, и после чего запускаем. И как видишь, браузер выключен. В командной строке стим указан параметр nobrowser. Это означает, что теперь поджирания интернета нет. Возможно, кстати, и пинг твой уменьшится, и вар также. Поэтому это рабочая тема, братан, но не надо заходить сейчас в Counter-Strike и сразу смотреть на фпс. Сначала зайди в катку и проверь. И прирост фпс обеспечен. Поехали ко второму способу. А этот совет заключается в постановке реестра на место. Придите, скороговорка такая. Ну и плюс освобождение памяти. В моем случае я использую программку, называется Avast Cleanup. Она идет вместе с антивирусом. Но ты, дружище, можешь использовать другую программу, например, CC Cleaner. Расскажу на примере своей программы, потому что за Cleaner у меня не установлен. Как это делается и как освобождается эта память. Сразу скажу, если она премиум, если тебе нужен ключик, пиши в сообщение моей группы ВКонтакте. Ты понял, да? Мы с тобой там все замутим. Заходим, значит, мы. Вот есть Avast сам, а вот Cleanup. Заходишь сюда. Прогружается вот это все. И тут тебе показывают. Настроен на 60% лично у меня, потому что недавно, видимо, что проходило. У тебя может быть вообще габбелла. 20 где-то процентов. С чем здесь все заключается? Ты по очереди нажимаешь каждую кнопочку и устраняешь все неполадки. Это очистит твой компьютер. Подправит все ненужные меры. Вообще, что такое реестр? В двух словах. Это база данных, программ и всяких разных игр и так далее. И какие-то там могут ошибки быть или еще чего-то. Это все исправляется, поправляется с помощью данной программы. Либо CC Cleaner, выбирай сам. Есть куча других тоже программ, но лично которые я знаю, я тебе сказал. Все, окей, поехали. Нажимаем первое. Тут он сканирует все. Ну вот, что он мне нашел? 230 проблем для исправления и 5, и 4 гигабайта для очистки. Великолепно. Пройдемся по каждому. Поврежден элемент реестр. В принципе, что такое сказал реестр и как он решается? Поставим галочку, проблема решится. Потом, когда нажмем очистка и исправление. Вот. Нерабочие ярлыки. Тоже тема бывает засорена везде эта куча. Также ненужные файлы системы. Вот он собирается удалять это. Кэш браузера. Бывает такое, что тебе тоже напрягает постоянно, что браузер лагает и так далее. Нажимаешь эту кнопочку, оно очищает. Отслеживающие файлы, куки и так далее. Тоже рабочая тема. Также ставишь галочку, если тебе это нужно. У меня, видишь, проблемы не обнаружены. Это круто. И журнал, браузер, загрузок и так далее. Если ты там что-то скачал, что мамка не хочет увидеть, ты просто журнал, браузер и загрузок так же чистишь. Ну, ты видишь, понял. У меня с этим проблем нет. Поехали. Нажимаем исправление очистка. Раз, два, три. Исправлено 230 проблем и очищено 5-4 гигабайта. Великолепно. Нажимаем готово и переходим к ускорению работы. Это как раз очищает твою оперативную память. Нажимаешь фоновые программы и смотришь, что здесь есть. У меня, допустим, я уже здесь все настроил. Видишь, у меня приостановлено 13 программ. Также и ты. Выбираешь ненужные себе, оставляешь те, что нужно. И все. Нажимаешь просто кнопочку приостановить. Понял, да? Вот у меня закрыты вот какие ненужные программы. То есть FaceIt. FaceIt и вирус. Это те, кто автоматически подгружаются. Вон даже Microsoft OneDrive. Как он задолбал. Наверное, тебя тоже задало. Просто нажимаешь приостановить и все. Поехали. Видишь, у меня настроен 62. В принципе, остальные программы мне нужны. Поэтому я тут ничего трогать не буду. Освобождение места на диске. Понятно. Видишь, очищено 2.4.1. И также ненужные файлы. Тут еще, видишь, обнаружено 6 гигабайт. Нажимаешь на них и выбираешь, что тебе надо. Допустим, вот это все мне пока нужно. Поэтому я трогать не буду. Но если тебе нет, очищай. Но смотри внимательно, аккуратно. Читай все. Здесь все написано, дружище. Ну и самое последнее. Это устранение неполадок. Что здесь? Здесь необходимо обновить три программы. И требуется проверка двух дисков. В принципе, мне это ничего не надо. Но если тебе надо, ты обновляешь и проверяешь диски. И твой компьютер начинает работать в своей новой жизни, братан. А мы переходим к третьему способу. Что делает этот совет? Он отрубает дополнительные параметры системы. И выставляет максимальную производительность твоего компьютера. Для чего это нужно, ты сам понял. Чтобы твой компьютер сфокусился на определенной задаче. Как это сделать? Заходим в мой компьютер. Я делаю это через обычную папочку. У меня на рабочем столе нет моего компьютера. Нажимаем, после чего, когда ты зашел в мой компьютер, нажимаем свойства. Дальше дополнительные параметры системы. Здесь мы находим быстродействие. Нажимаем параметры. И тут уже выставляем обеспечить наилучшее быстродействие. После чего нажимаем применить и окей. Для чего это нужно? У тебя все станет в пенсионерском режиме. Упрощенно. Это не будет нагружать твою память, не будет нагружать твои процессы и так далее. Твоему компьютеру просто станет легче. А второе, это мы заходим, нажимаем на лупу. Здесь пишем панель управления. Вот она. Электропитание. И тут, скорее всего, у тебя будет стоять сбалансированное. Я тебе предлагаю нажать. Высокая производительность. После чего перезагружаешь компьютер и проверяешь, насколько после вот этих всех трех советов выраст твой фпс. Обязательно пиши в комментариях, какой у тебя фпс был и какой после этого стал. Мне очень важно, потому что я буду знать, работают ли советы именно на твоем компьютере. После чего, скорее всего, если ты также в комментариях напишешь, дружище, я хочу четвертую часть. Скорее всего, я соберу в кучу все мои вот эти три видоса и расскажу конкретно, какие максимально рабочие способы сработали для тебя. Ну что, с тобой был Серега, Сайбербанана. С тебя подписка, обязательно лайк, потому что я хочу 100 тысяч подписчиков, братан. И благодаря тебе у меня это получится. Ну а, кстати, посмотри вот это годное видео, а я пошел пилить дальше пушечный контент. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok